МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працуя Александр Гамоля, глядите у гэтым выпуску. Готовности 90% у Гомеля завершается будауниство шмат-профильной поликлиники у 17-м микрорайоне. В святое в городе сенья новогодние огни запалили на головной елце областного центра. В профсоюзе детям республиканская доброчинная акция стартовала сенья в регионе. Зима откладывается, в ближайшие дни будет тепло, махчим и дожжи. А зараз об этом и иншим больше подробязно. У Гомеля завершается будауниство поликлиники у микрорайоне номер 17, и ее ввод у эксплуатацию запланованы на наступный год. Одночасово начинается набыть медицинских обсталяваний для установы. Сегодня на объекте побывали наши корреспонденты. Будауники готовность поликлиники оценивают, прикладно, у 90%. Зараз тут ведутся у основным оздобленнейшей работы. А прача того, у гэтым годзе институт Гомель-проект унес пылные коррективы у документацию, распрацованную яше у 2008-м годзе. Необходность допрацовок тлумачиться закупками большсучасного обсталявания и новыми подыходами у оказания медицинской допомоги. Правда, неких значных изменений отрималося позбегнуть. Гомельские проектировщики еще 11 лет тому здолели предугледить многие особенности развития сучасной медицины. У приватности размовы идет обмахчивости створения на базе новой поликлиники так званых центров коллективного коррестания. Центр коллективного пользования амбулаторной реабилитации мы сможем здесь открыть. Сегодня много вопросов поступает по урологии, именно амбулаторной урологии. И это вопросы уролого-андрологической помощи, это вопросы в том числе мужского бесплодия. И это те вопросы, которые мы с перспективой, понятно, что это не с первого дня открытия данного объекта, но с перспективой развития на базе данного учреждения возможно реализации этих проектов. Особливая увага створению безбарьерного осердия. Причем, зручные умовы для людей с обмежаванными физичными махчымастями будут створены як звонку поликлиники, так и на всех восьми поверхах. Гэта увоголю будя саправды сучасная медицинская установа. И не только по своих конструктивных особливостях и оснащении найновшим обсталяванием. По словах простойников генпадрадчика, будавничея треста номер 14, усе работы ведутся у плановым режиме с высокой якостью. Объект для города знаковый и постоянно контролируется заказчиком, городским управлением капитального будовництва. Пополняются работы по подготовке под окраску. Ну и также ведутся монтаж лоботочной системы, которым позволят потом закрыть потолки. В целом на объекте работает ежедневно не менее 100 человек. Генпадрадчик у нас по объекту трест 14. Значит, мы готовимся, в этом месяце пустим систему отопления. У нас уже поступает оборудование на парклинику отдельное. Мы храним, часть храним где-то у себя на складах, часть у нас оборудование принимает центральная поликлиника, и часть оборудования будет храниться здесь, поступать и в нее размещать. У вересня этого года финансовую допомогу новой поликлинице оказал Гомельский облвыканкам. Почас святкования Дня города керавництву Гомеля был передадзен сертификат на 2 млн 750 тыс. рублёв. Гэтые сродки накераваны у первую шаргу для набиття сучасного медицинского обсталявания. А прожатого значная увага у гэтые дни подбору кадров отповедной квалификации. Гэтые питания зараз пропрацовываются у отповедных городских структурах. И до открытия поликлиники у наступном годе будет обовязково вырешено. Комплектация штата будет исходя в первую очередь из тех потоков, которые будут переориентированы из третьего и четвёртого филиала. И дальше высококвалифицированные специалисты, которые в том числе, я полагаю, из областных учреждений республиканских и со всей страны. Олег Шенсюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько. Телерадио компания «Гомель». Урожистый старт калядным и новогодним мероприемствам дадены. Сегодня у Гомеля розноколяровыми огнями заззяла «Головная ёлка» в области. Учаканнюю цуду гомельчане и гости города собрались на площади Ленина. Свято почалось с театрализованного деяния сказочными героями и Дедом Морозом со снягуркой. Юные глядачи удельничали в конкурсах и гульнях и допомагали запалить огни на новогодней пригожуне. Раз, два, три, ёлочка горит! Головная ёлка в области Вышинёй у 32 метра. Её пригожевая пиксельная светловая сетка. З новинок этого года тематичная пляцовка «Музычный сад» с символом надыходящего года и белоснежными древыми лавками. Новогодняя музычная программа сопроводжается светловыми эффектами. Гульня гуку и светла нагадывает дискотеку. Побачься точный кермаш, где ожидают, что могут подчастоваться горячими напоями и присмаками, а так само набыть сувениры. Нам очень понравилось, мы очень ждали. Правда, целый год ждали, пока зажгут ёлочку. И очень всё красиво, очень много нового всего. Поэтому мы всегда ждём праздника. И сегодня частичку праздника мы получили. Мы только в этом году, в мае, переехали в Беларусь из России. И вообще прекрасно. Первый Новый год будем в Гомеле праздновать. Очень красиво. Республиканская акция «Правсоюзы детям» сегодня стартовала на Гомельщине. Члены Молодёжного совета областного объединения наведали Добружский социально-педагогичный центр. У гостей до маленьких выхованцев приехали с подарунками и святочным настроем. Дмитрий Котов. Протягнем. У Добружским социально-педагогичным центры дети, которые трапили тяжкую житёвую ситуацию, могут знаходиться до шести месяцев. Далее их шагает интернат. Однако до этого зазвычайно не доходит. Выхованцы уимкнутся накеровывать у приёмные семьи. Трое удельников сегодняшнего свято нашли свою новую семью. И еще трое вернулись до биологичных батьков. А четверо по куле застаются выхованцами центра. Гости повиншовали кожного с надыходящим святом и пожадали выконания жаданя на Новый год. И пообещали прикласти до этого усе на Маганне. Как минимум, створить святошный настрой и подарить подарунки. Гомельское областное объединение профсоюзов ежегодно проводит акцию профсоюза детям. Этот год, конечно же, не стал исключением. Мы приехали сегодня к деткам. И сегодня мы дали старт этой акции, которая будет проходить в течение всего декабря. Хочется, чтобы дети чувствовали себя важными, нужными. И чтобы праздник также их не обошел стороной. Члены Молодежного совета приехали не с пустыми руками. У якости подарунка, упрысмаки и огульное запрошение на профсоюзную елку. Святошное мероприемство отбудется 18-го Снежня в областном драматичном театре. У делу им примут каля 500 детей из усяго региона. Полина Мардесова к этой падее чекает засобливой радостью. И верить, что здесь неся ей емара. Тем больше, что она вельми простая. Я хочу, чтобы мне Дед Мороз подарил куклу. И я хочу на тот новогодний утренник. От доброчинных справ до вытворших. Рабочий визит Молодежного совета Гомельского областного объединения профсоюзов протягнулся на фарфоровом заводе. Продприемство одно из городов творальных на территории Добружского района. Его продукция поставляется как на внутренний, так и на внешний рынок. Завод не одной, что становился лауреатом конкурса улепших товаров в Белоруссии и России. Члены Молодежного совета ознайомились с зумовыми працией и застались задоволены убаченным. Очень положительное впечатление, очень интересная фабрика, очень много ручного труда у людей. И также мы можем ознакомиться с тем, как работают люди на заводе. И также мы узнаем о их правовых гарантиях, которые им дает профсоюз. Профсоюзы плануют развивать супрационерство с Добружским фарфоровым заводом. С кировниством будет обмерковываться пытание об организации практики на предприемстве для молодежи региона. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель», Добружский район. А в Гомельском районе сегодня прошло выездное посажение президиума областной организации Белорусского союза женщин. Активистки громадской организации ознайомились с практикой реализации инициатив на базе установы дукации, охоты здоровья и сельгазпродприемства. Приняли уделу доброчинной акцией «Даруй цепленню детям». Подчас визиту огучено немало новых идей об супрационерстве Евгения Кухаронак с подробностями. Больше как 400 года представницы самой массовой Украине женской организации поддерживают тех, кому необходима помощь. На территории Гомельского района деяничают 25 первичных организаций Белорусского союза женщин, которые объединяют 270 активисток. Они не только с захоплением реализуют агульно-республиканские инициативы, но и пропонуют свои проекты – местовые. Напереды Дни Украины стартовала доброчинная акция «Наши дети». Простойницы Гомельской районной организации уже включились в подрыхтовку ДАЕЕ. А разом с тем поднимали мясовую святочную инициативу под назвой «Чаровная елка жаданью». Отповедной ей до Нового года плануется собрать подарунки для выхованцев у Луковска допоможной школы-интерната и Гомельского районного социально-педагогического центра. Про то, что дети жадают найти под елкой, они написали в листах до Деда Мороза. Стать «Чаровником» для них может каждый. Таких акций у нас много. В прошлом году мы впервые инициировали проведение акции «Будь рядом» для одинокопроживающих людей. Вязали носки и теплые вещи, передавали в дома-интернаты, у нас их на территории три, и посещали в деревнях наших пожилых дедушек и бабушек. Я думаю, что в этом году Женсовет также продолжит проведение данной акции. У Гомельская областная организация Беларусского союза «Жанчин» в Аулуковской допоможной школе-интернате не упершню. Кожный раз активистки текавятся учебным процессом, повседенностью выхованцев и их житем после выпусков. У этих детей не просто полный выправывания у лес. Нехто круглый сирота, нехто апынулся без опеки батьков. У многих есть проблемы со здоровьем. Махчамаяны немоцные в докладных навуках, однако их процветности можно позаездростить. Прационным навыкам их научают у четырех майстернях, особенно для девочинок, особенно для хлопчиков. Подчас их наведывания представницы Женочного союза пропоновали организовать для выхованцев установы поездку в Гомельский колледж народных мастерских промыслов. А там на месте обмерковать еще и махчимость проведения на базе школы-интерната майстер-классов от выкладчиков и наученцев опошних курсов колледжа. Хорисная инициатива знайшла поддержку, а для активного зимового отпочинка у подарок установы – лыжный рештунок. Все сегодня ждут от Нового года чудес, сказочного волшебства. Наверное, очень актуально и детям подарить веру в эту сказку. У отказ к теплению своих сердцев гостям дарили выхованцы школы-интерната. Я не до слез расчулили своими творчими номерами. Подяка, якая бесценна. Евгений Кухаронак, Евгений Макеенко, Телерадио, компания «Огомель». У Центра инклюзивной культуры открылся «Инклюзив хаб» – каворкинг-пляцовка для людей с инвалидностью и тех, кто планует реализовать проекты с их делом. Тут допомогут в створении социальных и творческих проектов и бизнес-идей. Площую 100 квадратных метров обсталевали для проведения лекций, конференций и майстер-классов. С допомогой специалистов инвалиды будут реализовывать свои инициативы. Жадающие смогут покинуть заявку специалистам Центра, и они проанализуют идею и перспективы ее развития. Далее, после одобрения, человеку допомогут зарабить проект и презентацию, организуют пошуки инвестора або гранта. После отравления потребной суммы, супрацовники Центра протягнут курировать проект до его реализации, а так само предоставляют помешкание. Это такая концепция, пока он у нас в голове, мы ее придерживаемся. И что касается наших партнеров, то здесь хорошая поддержка идет не только из Минска, не только от наших властей, а также и от партнеров иностранных, как шведских организаций, итальянских, немецких, которые готовы передавать свои знания, свой опыт работы в инклюзии через видеосвязь, через такие вот встречи, круглые столы. Станет еще больше семинаров, благодаря тому, что есть новое пространство, новые технические возможности для этого. Поэтому тут необходимо создать такую локацию. Ранее тут, например, допомогали спостегать цырульницкое майстерство и визаж. Были проекты по навучанию инвалидов айти-профессиям. Самой гушной и поспеховой идеей можно назвать школу киноинклюзив, где людей с инвалидностью бесплатно вучат теле-кинопрофессиям. Зараз ее засновальники вышли в полфинал республиканского конкурса социальных проектов «Соушал Викенд». В ближайший час у каворкингу пройдутся встречи презентации с объединениями инвалидов-спинальников, людей с порушениями слыху и зроку. Областным Палацем творчества детей и молодых подвели выники гуманитарного проекта «Живая совесть поколений». Активные аудельники отримали подарунки и подяки. С красавика 2018 по Снежин 2019 молодь и пожилые люди взаимодействовали, обменивались опытом, навучались. Проект – частка программы «Место сустреч и диалог» Международного громадского объединения «Взаиморазумение». Реализуется и он при поддержке Фонда памяти, отказности и будущего. Мэтовая аудитория – «Дети войны», которые народились до 9 мая 1945 года и вязни концлагеров. В рамках проекта волонтеры из лику молоди вели доследшую деятельность, документовали житье представников сталого поколения. Для опошних проводили навучальные семинары по компьютерной, мобильной и финансовой письменности и живопису. За час реализации проекта отрималось от досягнуть головного, наладить тесную и взаимовыгодную совесть представников двух поколений. Связь поколений – это не просто слова, это реальные действия, которые должны воплощаться в поступках молодежи и которые должны находить отклик у пожилого человека. Пожилой человек – это носитель мудрости, это носитель жизненного опыта и определенных жизненных установок и ценностей. Молодой человек – это носитель современных каких-то веяний, знаний, и, конечно же, он может им передать. И вот эта связь поколений, она может быть более прочной в современном мире благодаря такому реальному, практическому взаимодействию разных поколений. Усе на процелке, отриманные подчас проекта, лягли у основу методичного допоможника «Живая совесть поколений». Собранные волонтерами материалы и успамины плануют передать в музеи и ВНУ для протягу доследований. Температурный рекорд дня побитый 9-го снежного в Брагине. Максимальная температура по ветру склала 9,1 градуса тепла. Попередний рекорд был установлен у 2006-м, коли было плюс 8,2. В ближайшие дни у Беларуси чекается неустойливое с повышенным температурным фоном на дворье. В нашем регионе будет воблачно с прояснениями. У особенных районах пройдут короткочасовые опадки, дождь и мокрый снег. Ветер прогнозуется пауднево-заходный, довольно слабый. Температура по ветру в ночи складе от 0 до плюс 3 градусов. В день от 2 до 4 тепла. На приконце тыня слепок термометра уздымится до плюс 7. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресе www.tvrgomil.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Самогонный аппарат изъяли, как и часть содержимого, которое направили на исследование в Государственный комитет судебных экспертиз. Остальное уничтожили. Пенсионерка пояснила, что планировала получить напиток сугубо для личных нужд. А в Жлобинском районе сотрудники милиции пресекли хищение дизельного топлива. В деревне Короткович и сотрудники ГАИ остановили для проверки документов автомобиль Мазда под управлением 39-летнего водителя. При осмотре обнаружено 5 канистр, в которых находилось 100 литров дизельного биотоплива. Внятно пояснить его происхождение водитель не смог. Топливо изъято, проводится проверка. В Жлобине вчера была спасена хозяйка горящей квартиры и два ее гостя. Сообщение о пожаре в квартире на шестом этаже одной из многоэтажек поступило в 17.50. Прибыв на место, работники МЧС вывели из квартиры хозяйку и двух ее гостей. Все находились в состоянии алкогольного опьянения, но в госпитализации не нуждались. Огнем повреждены кресла и личные вещи, закопчены стены и имущество внутри кухни. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении. В Светлогорском районе вчера столкнулись два микроавтобуса. Водителю одного из них понадобилась помощь спасателей. Кроме него на больничной койке оказалось еще три человека. Около 9 утра недалеко от деревни Старковичи случилась крупная авария. При повороте на второстепенную дорогу 34-летний водитель служебного УАЗа не предоставил преимущества микроавтобусу «Мерседес-Бенц» под управлением 41-летнего жителя городского поселка Сосновый Бор. После удара «Мерседес» опрокинулся, а водитель УАЗа оказался зажат в искореженном автомобиле. С помощью специнструмента его освободили спасатели. Они же, во избежание возможного сгорания разлитого топлива, залили площадку пеной. Кроме водителей, госпитализация потребовалась двум пассажирам УАЗа. И последнее. С завтрашнего дня и по 17 декабря Госавтоинспекция области проводит опрос, что бы я сделал для безопасности дорожного движения в своем регионе. Жители региона могут поучаствовать в вопросе и высказать свое мнение, а также внести предложение на тему безопасности дорожного движения. Обращения будут проанализированы и учтены при принятии мер по созданию максимально безопасных условий для всех участников дорожного движения. Свои предложения необходимо направлять на адрес электронной почты, который вы видите на своих экранах. ГАИ также обращает внимание, что ответы на поступающие предложения граждан направляться не будут. Если же по этому, либо любому другому вопросу, касающемуся деятельности органов внутренних дел, необходим ответ, сообщение можно оставить на сайте УВД во вкладке «Электронное обращение граждан». Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Более 200 спортсменов из всех регионов нашей страны, а также из Украины, приняли участие в открытом первенстве Беларуси по УШУ. Гомель второй год к ряду принимал престижный турнир. Награды оспаривали спортсмены в возрасте от 6 до 18 лет. Традиционно состязались в двух разделах УШУ. Это Таулу, где участники демонстрируют комплексы движений, в том числе и с оружием, а также саньда. Это, собственно, поединки. Украинская делегация из Донецка и Запорожской областей на турнире в Гомеле впервые. Приехали не в сильнейшем составе. Первые номера готовятся к ответственным внутренним стартам. Для резервистов состязания с беларусами будут хорошей проверкой сил. Мы ради конкуренции приехали. Нам нужны сильные спортсмены, с которыми мы будем бороться. На их фоне мы будем смотреться тоже очень хорошо. Гомельская школа УШУ хоть и молодая, однако развивается весьма динамично. А в нынешнем году наши спортсмены дважды выигрывали командный зачет республиканских соревнований. На домашнее первенство также были медальные планы. 20 гомельчат боролись за награды в разделе Таулу, 40 в разделе Саньда. Уровень, как вы видите, конечно же вырос даже за год. И мы научились, и спортсменов приглашаем на соревнования конкурентов, за которые мы гонимся. У которых в школах есть призеры Европы, мира. И нам приятно сильными соревноваться. У хозяев турнира слова не разошлись с делом. Гомельчане выиграли командные зачеты как в Таулу, так и в Саньда. Гомельчанин выиграл награды республиканских соревнований по стрельбе из лука на призы Могилевского областного училища Олимпийского резерва. Воспитанник Гомельского центра Олимпийского резерва по прикладным видам спорта Евгений Смольский дважды поднимался на пьедестал почета. В активе гомельского стрелка серебро и бронза. Параллельно в Могилеве соревновались и юные мастера настольного тенниса. Гомельчане также с наградами. Победителем 51-го международного мемориала Тани Карпинской в командных состязаниях стал Никон Шутов. У Максима Ляхова серебро, золото в одиночном разряде у Анастасии Родионовой. Медаль в личном зачете и у Арсения Рященко. Спортсмен замкнул тройку сильнейших. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4. Субтитры подогнал «Симон»